Мужчина настоял на том, чтобы отвезти маленькую девочку домой после того, как случайно сбил ее со скутера, только для того, чтобы узнать, что ей некуда идти, Джеймс Аткинс спешил к своей машине, находясь на пешеходном переходе. Как только загорелся зеленый свет, он бросился бежать по улице, не замечая, что прямо рядом с ним на самокате едет маленькая девочка, во время бега его сумка попала маленькой девочке в спину, и она слетела со скутера на улицу. Джеймс был удивлен, услышав громкий стук, заставивший его оглянуться на маленькую девочку, он мгновенно почувствовал себя плохо и бросился к ней, «О боже, мне так жаль», быстро извинился он, «Ты в порядке, ты ранен?», спросил он ее, «У меня болит колено», сказала она Джеймсу, «Я не думаю, что смогу какое-то время кататься на своем скутере, и я только что получил его». Джеймс еще раз извинился перед маленькой девочкой и предложил отвезти ее в больницу, как только она услышала слово «больница», ее глаза расширились от страха, и она начала быстро трясти головой, «Я не хочу ехать в больницу, с меня хватит больниц», заплакала маленькая девочка, «Почему со мной продолжают происходить плохие вещи?», спросила она, глядя в небо. Джеймс был сбит с толку тем, что имела в виду маленькая девочка, но все равно настоял на том, чтобы отвезти ее, «Ты не можешь ездить на своем скутере с ушибленным коленом», сказал он ей. «По крайней мере, позволь мне отвезти тебя домой, пожалуйста», сказал он, помогая девушке сойти на обочину дороги, маленькая девочка снова покачала головой, «У меня нет дома», прошептала она. «Пожалуйста, просто отвези меня к моей маме», Джеймс был удивлен, услышав это, и у него в голове возникло множество вопросов, как так вышло, он спросил, что случилось. Маленькая девочка, представившаяся Ленной, рассказала, что раньше жила со своей мамой, пока их дом не сгорел вместе со всем, чем они владели, сегодня утром нас выписали из больницы, там нас лечили от незначительных ожогов. «В больнице было лучше, по крайней мере, там у нас было удобное место для сна», вздохнула она, «Ранее вы упоминали, что у вас не было дома», напомнил Джеймс, «Где вы с мамой сейчас остановились», спросил он. «У нас нет другого выбора, кроме как провести ночь на улице, я только что пришла из мэри, и они еще не закончили оформлять документы на наше бесплатное жилье», поделилась Лена. Джеймс не мог не сочувствовать Лене и ее маме, поэтому решил отменить свои планы на этот день, чтобы помочь им, он отвез Лену к ее маме, которая сидела на скамейке в соседнем парке. «Привет», — сказал Джеймс, как только они увидели маму Лены, «меня зовут Джеймс, мне очень жаль, но я случайно столкнулась с Леной, и она ушибла колено, она отказалась ехать в больницу, поэтому вместо этого я привез ее сюда». Услышав это, на лице мамы Лены появилось выражение беспокойства, «ты в порядке, Лена», спросила она свою дочь, Лена кивнула головой, «этот добрый человек не имел этого в виду, он предложил отвезти меня к вам, потому что я не могла ездить на своем скутере», сказала она, как только она услышала, что с ее дочерью все в порядке, женщина начала потеплеть к Джеймсу. «Спасибо, что привел ее сюда, Джеймс», сказала она, «меня зовут Мия». Джеймс поделился, что Лена рассказала ему о том, что случилось с их семьей. «Я не думаю, что смогу заснуть сегодня ночью, зная, что вы оба спите на улице», признался он. «У меня дома есть свободная спальня, если хочешь, можешь переночевать там, там гораздо безопаснее и комфортнее», сказал им Джеймс. Для Мии не составило труда сказать «да». В конце концов, она думала о Лене больше, чем о себе, и хотела, чтобы ее дочь была в безопасности. «Спасибо, Джеймс», улыбнулась она, «спасибо вам за вашу доброту». С этими словами Джеймс забрал Мию и Лену с собой. Прежде чем отправиться домой, они прошли мимо супермаркета, где Джеймс попросил их выбрать какую-нибудь новую одежду, которая им пригодилась бы, и немного еды, которую он мог бы приготовить для них. Когда они вернулись домой, он угостил их вкусным ужином и дал им возможность умыться и отдохнуть в чистом и безопасном месте. На следующий день Джеймс отвез их в мэрию, где их просьба о предоставлении жилья была одобрена. Лене и Мии выделили квартиру, над которой они потихоньку работали. Джеймс пообещал помочь им встать на ноги, поэтому он часто навещал их, чтобы помочь собрать мебель и установить нехитрую бытовую технику. Лена и Мия почувствовали близость к Джеймсу и быстро поняли, что им нравится его компания. В конце концов Джеймс и Мия начали встречаться, они узнали друг друга получше и вместе заботились о Лене. Через пару лет Джеймс попросил руки Мии, они поженились, и все трое стали счастливой семьей, а Мия приветствовала ребенка от Джеймса. Редактор субтитров А.Семкин